В Большом зале администрации собрались руководители службы, ведомств, предприятия и организации города, почетные граждане и представители общественности. Присутствовал заместитель министра курортов и туризма Краснодарского края Сергей Крутько. В начале совещания рассказавший, какая работа по развитию курортной отрасли в настоящее время проводится на уровне края и каковы ее результаты. Серьезно увеличились налоговые поступления, продолжает расти туристический поток, идет процесс классификации средств размещения. Глава города Сергей Сергеев предоставил слово своему первому заместителю Светлане Яровой, курирующей вопрос из земельных, имущественных и правовых отношений, градостроительной деятельности и муниципального контроля. Светлана Яровая доложила об актуализации очереди на улучшение жилищных условий, выделение участков многодетным всеми и обеспечение земельных массивов инфраструктурой. Сегодня Анапа занимает третье место в крае по воду жилья в эксплуатацию. В настоящее время введено 130 тысяч квадратных метров. Продолжается работа по увеличению количества мест в детских садах путем реконструкции действующих учреждений. Продолжается борьба с самовольным строительством. С начала года подано исковых заявлений 125. Это исковые заявления не значат о сносе. Здесь и приостановка деятельности, и изменение целевого назначения, ну и, соответственно, сноса. Демонтировано 32 объекта рекомендационных в текущем полугодии и один объект снесен. Печально известный дископад «Пират» поступало очень много жалоб, как от населения, так и от битвы, значит, санатория. На сегодняшний день решение суда исполнено полным объемом. Большую работу в этом направлении проводят специалисты управления муниципального контроля. За полугодие они промониторили 1167 объектов, составили свыше 180 протоколов об административных правонарушениях. Продолжил совещание доклад заместителя главы Яны Дуплякиной, курирующей вопросы финансовой и экономики. Она отметила, что по большинству показателей социально-экономического развития на курорте достигнута положительная динамика. Благодаря этому в рейтинге муниципальных образований Краснодарского края по темпам роста основных экономических показателей Анапа поднялась с 24-го места на 15-е. Рост зарплаты в санаторно-курортном комплексе составил 16%, в торговой сфере – 12%, в общественном питании – 26%. Продолжается работа по реализации распоряжения губернатора по стабилизации цен на отдельные лица зациально значимых продуктов питания. За отчетный период проведено 412 мониторингов предприятий розничной и актовой торговли, в том числе 110 выездов народного контроля. В 85 объектах выявлены факты превышения рекомендуемой наценки и нарушения полеустроения на месте. Сергей Сергеев указал, что в сельских населенных округах недостаточно платежных терминалов и банкоматов, и поручил провести переговоры с филиалами крупных банков об их установке, особенно в отдаленных населенных пунктах. Среднемесячный размер заработной платы в муниципальном образовании по итогам первого полугодия составил 23402 рубля. Это пятое место в краевом рейтинге по темпу роста размера зарплаты, имевшаяся задолженность по зарплате погашена полностью. Проведена большая работа по легализации субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих услуги размещения и краткосрочного проживания, в результате которой только за период с 1 июня по 31 июля 2014 года на налоговый учет поставлены 1162 индивидуальных предпринимателя и 17 юридических лиц, занимающихся данной деятельностью. Итоги совещания подвел глава курорта. Меня не устраивает положение, которое уже сегодня есть. Еще раз хочу повториться. Да, много сделано. Сегодня мы удовлетворили все нужные населения по благоустройству, по комфортности проживания, по электричеству, по воде, по канализации, по дороге, по освещению. Вот основные пять пунктов, на которые мы каждый день работаем. А также мы тратим и будем увеличивать и зарплату, и обеспеченность, и ремонт нашей школы, детских садов и так далее. Вы слышали, что там сегодня говорят. Мы намерены еще один детский сад строить. Власти города в ходе совещания выяснили, над чем нужно продолжать работать и в каком направлении двигаться дальше.